Ситуацию в Сирии, в том числе вокруг воздушных ударов ВВС Бельгии в районе Алеппо, сегодня обсудили на совещании в Министерстве обороны. И вот фрагмент брифинга. Мы внимательно следим за развитием ситуации вокруг факта нанесения самолета международной коалиции удара по населенному пункту Хасанджек, провинции Алеппо, 18 октября. Особенно удивила совместная коммунике главы военного ведомства Королевства Бельгии и внешнеполитического ведомства этой страны о том, что российские заявления о нахождении в этом районе самолетов бельгийских ВВС якобы не имеют под собой оснований и лишены всякого содержания. Более того, напомню, подобные заявления сделал официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США. Еще раз хочу подчеркнуть. Все наши заявления, и не только в этом случае, основаны исключительно на данных средств объективного контроля. То есть, это факт. 18 октября в Российский Центр примирения в рождущих сторон обратились представители местного совета города Африн, провинции Алеппо. Они сообщили, что примерно в 3 часа 35 минут местного времени по курдскому селению Хасанджек был нанесен воздушный удар. В результате этой бомбардировки разрушено два жилых дома, погибло шесть граждан и получили ранения различной тяжести четыре человека. Самолетов Воздушно-космических сил России или ВВС Сирии в данном районе в указанное время не было. Хочу еще раз напомнить, что Россия располагает эффективными средствами противовоздушной обороны, позволяющими ввести круглосуточный мониторинг воздушной обстановки практически на всей территории Сирийской Арабской Республики. Кроме нас, контроль воздушного пространства ведут и средства ПОО Сирии, которые за последний год были восстановлены. Поэтому довольно странно, что об этом совершенно забывают представители стран международной коалиции, планирующие свои операции на территории Сирии. Чтобы не быть голословными, сегодня мы представим информацию о маршруте полета и действиях самолетов ВВС Бельгии и ВВС США в воздушном пространстве Сирии 18 сентября. Итак, переходим к фактам. 18 сентября в 1 час 3-4 минуты московского времени средствами воздушного контроля был зафиксирован взлет двух военных самолетов Международной коалиции с аэродрома Ас-Салти в Иордании. Хочу сразу пояснить, что у каждого летательного аппарата существует ряд уникальных признаков, которые позволяют идентифицировать их тип. Более того, попадая в зону обнаружения релационных средств, неоднократно они идентифицируются специальными ротехническими средствами, после чего заносится соответствующую базу данных. Как вы понимаете, при каждом последующем появлении в зоне обнаружения российских ротехнических средств однозначно определяется не только тип самолета, но и его принадлежность. Взлетевшие с арданской базы Ас-Салти самолеты были сразу идентифицированы, что это F-16 и установлена их принадлежность к бельгийским ВВС. Эти самолеты неоднократно залетали в зону обнаружения российских и сирийских ротехнических средств Иране. С 1 часа 55 минут оба F-16 совершили полет в воздушном пространстве Ирака. В 2 часа 37 минут бельгийские самолеты вошли в воздушное пространство Сирии примерно в 115 километров северо-восточно-населенного пункта Дерезо. Здесь хочу с учетом категоричного отрицания полетов бельгийских ВВС со стороны представителя Центрального командования Вооруженных сил Северных Штатов Америки обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. Находясь в воздушном пространстве Сирии, бельгийские самолеты с 2 часов 52 минут осуществляли дозаправку в воздухе в районе города Дерезор от американского топливозаправщика КС-135 и затем продолжили полет в северо-западном направлении. В 3 часа 10 минут самолеты F-16 пролетели 80 километров северо-восточной города Рака и пролетев над Ефратом следовали строго курсом 260 в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы. Затем южнее города Азаз самолеты выполнили левый разворот и продолжили полет курсом 90 градусов в восточном направлении. В 3 часа 35 минут самолеты нанесли авиационный удар по курской деревне Хасаджек в провинции Алеппо, в результате которого погибло 6 граждан и было ранено 4 человека. В 4 часов 19 минут оба бельгийских самолета выполнили повторную дозаправку от американского топливозаправщика КС-135 и осуществляли воздушное патрулирование в районе города Азаз севернее города Алеппо. После этого самолеты взяли курс на юго-восток в направлении Ирака. В 7 часов 25 минут бельгийские F-16 вышли из воздушного пространства в Сирии. Еще раз повторю это факты основанные на данных средств объективного контроля. Поэтому когда министр обороны Бельгии Стевен Вандипут как он заявил положа руку на сердце отвергает причастность бельгийских самолетов к нанесению удара по курской деревне это может означать только две вещи. Либо Стевен Вандипут сознательно вводит в заблуждение бельгийскую мировую общественность либо его подчиненные совместно с американскими коллегами обманывают руководство королевства Бельгии. Хочу особо подчеркнуть что это не первый случай для стран международной коалиции нанесения ударов по мирным жителям с полным отрицанием своей ответственности. Именно так под ударом самолетов стран коалиции оказываются свадьбы, похоронные процессии, госпитали, полицейские участки, гуманитарные конвои и даже сирийские войска ведущие бой с террористами ИГИЛ под Дерезором. Это происходит не только в Сирии, но еще ни разу к ответственности за эти залеты в прямом переносном смысле с так называемым на Западе побочным ущербом, а говоря по-русски массовой гибелью людей, никто из стран коалиции не привлекался. И еще один интересный факт. На протяжении длительного времени у командования Воздушно-космических сил России на авиабазе ХМИМИМ с командованием авиации международной коалиции поддерживается рабочий контакт. В ходе обменов американские коллеги во избежание каких-либо инцидентов в воздухе, как правило, оповещают нас о планах своих полетов в Сирию. Однако в отношении полета бельгийских самолетов никакого оповещения с их стороны не было. В завершении напомню, что мы внимательно отслеживаем установку не только в Сирии, но и на севере Рака, где идет операция в районе города Масул. За последние сутки нами зафиксировано 8 самолетовылетов авиации коалиции с нанесением по городу 6 мощных бомбовых ударов. Всего же с начала операции 17 октября коалиции выполнено 35 самолетовылетов и нанесено 27 воздушных ударов по различным объектам города Масул. Уважаемые коллеги, продемонстрирую вам сегодня детальная информация операции бельгийских F-16 в небе Сирии по военным и дипломатическим каналам будет доведена до бельгийской стороны.